Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Первыми словами Бога Аврааму были «покинь свою землю, свою родину и отчий дом и я сделаю вас великим народом». Далее следует еще одно обещание «твои дети будут многочисленны, как пыль на земле, чтобы никто не смог их сосчитать». Позже следует и третье «бог вывел его на улицу наружу и сказал «посмотри на небеса и сосчитай звезды», а потом добавил «такими будут и твои дети». И, наконец, четвертое «твое имя будет Авраам, ибо я сделал тебя отцом многих народов». Четыре «возрастающих обещания Авраам станет отцом великого народа». Ко всему он станет отцом не одного, а многих народов. Об этом и идет речь в нашей недельной главе. Итак, в первых стихах нашей недельной главы «Вайга» рассказывается о щедром гостеприимстве нашего праотца Авраама. «Несмотря на то, что сам Всевышний открылся ему, пришел, так сказать, навестить его после бритмилы обрезания, он, увидев, что три мужа стоят над ним, обратился к гостям, чтобы предоставить им ломать хлеба и тельца нежного и хорошего». Написано в Торе «вот три мужа стоят над ним». Это объединение категории Авраама, Ицхака и Якова. Согласно Кабале, мистической части Торы, Авраам видит объединение трех категорий качеств. Авраама – это хесед, Ицхак – это суд, который должен родиться, то есть восполнить категорию хесед, категории суда. И синтез этих качеств – появление Якова. И от него появление еврейского народа. В этот момент, дорогие друзья, Авраам начинает осознавать себя не как одного, то есть доминирование хеседа, но как часть цепи поколений, в которой есть противоположные элементы, которые дополняют друг друга. «И побежал им навстречу». «Побежал рац» от слова «рацон» – желание. Желание заставляет бежать за желаемым, достигать его. Он увидел, он постиг и также захотел этого соединения. «И побежал им навстречу от входа шатра, и поклонился он до земли». Этот духовный процесс, дорогие друзья Авраама, переход от осознания себя отдельным, а хеседа – доминантным, к осознанию себя и милосердия, как одного из элементов объединяющей системы, и является началом рождения Ицхака. Поэтому Авраам тут же и получает пророчество об этом, написанное дальше. «И взял масло, молоко и теленка, и поставил перед ними, и они ели». Я понимаю это так, что ел Авраам – это свойство человека. Но почему ангелы ели? Что значит «ели»? Авраам начал делать частичные исправления на эти два свойства, дорогие друзья – правую и левую линию. Правая линия – это молочная линия, так сказать. И он взял молоко, то есть то, с чем можно увеличить эту правую сторону. Левая сторона – это мясо. Поэтому он взял силы, с помощью которых может увеличить левую сторону. И с помощью их начал взращивать в себе эти две силы, пока не достиг такого состояния, что уже смог дальше с ними правильно действовать. В первую очередь ознакомление человека и его работа с каждой из новых сил заключается в том, дорогие друзья, что он включает в себя эти направления, эти линии, эти силы, новые свойства, которые получает свыше. Он начинает адаптировать их к своему состоянию. Вот эта адаптация и передана тут в виде такого рассказа. Они все вместе кушали, и он дал каждой из этих линий, направлений, ту пищу, те силы, то от себя, что могло бы эти силы соединить вместе с его «я» и двигаться вперед. Мясо – одной силы, молоко – другое, то есть соединение вместе с ними. Это не раз говорится в Торе, там, где используется аллегория мяса, молока и вообще еда трапеза. Здесь еще вместе мясо и молоко, которые они едят, потому что нет еще средней линии, нет еще якого. Он появится только потом, и затем уже только после якого возникнет то четкое разделение в человеке на три уровня, на три направления, на три линии, после которых он должен будет соблюдать все законы Торы. Сначала родился Яков, а затем Йосиф. Спустились в Египет, то есть до того, как рождается в человеке полное заключенное духовное, так сказать, клей, духовный сосуд, который получает Тору, он не входит явно в контакт с Творцом. После этого, дорогие друзья, есть еще четкое осознание в человеке и ощущение всех его внутренних сил и того, что находится перед ним и кто находится перед ним. Только тогда, дорогие друзья, это состояние назовется получением Торы закона. После этого уже идет ограничение по всем 613 законам Торы и запрет на иссоединение правой и левой линий направления, молочного и мясного. А пока этого запрета нет, пока у Врама в его состоянии стоит задача разобраться вообще в себе. Правая линия сторона является ли Ишмаэль хорошей силой или плохой для его духовного продвижения. На следующем этапе выяснится, что Ицхак тоже не абсолютно годен к продвижению вперед. Надо сделать так или усилие над собой, исправление заключающееся в том, чтобы его связать и почти зарезать и так далее. Это огромные духовные действия, митсвот, которые Авраам будет делать. Но в общем для нас главное понять, что Тора говорит нам о внутреннем мире человека. Что он должен делать со своими силами, желаниями, чтобы вдруг у него раскрылись глаза. Чтобы он почувствовал этот мир вокруг себя, наполненный совсем другими силами, чем те, что мы сегодня ощущаем. Поэтому, дорогие друзья, исполнение заповедей как бы простирается назад и вперед во времени, захватывая все, что ей предшествовало и сделало ее возможным. А также все, что получило бытие в результате ее исполнения. Все это становится частью отношений с Богом, которые устанавливаются при исполнении одной заповеди. Поэтому то, чем приобретает исполнение заповеди, идет ли речь о деньгах, времени, еде или усилиях, или даже о страданиях и боли, не следует считать жертвой или ценой, которых требует от нас возможность считать божественной волей. Скорее, это способ, дорогие друзья, позволяющий включить целые фрагменты нашего бытия в заповедь, тем возвысив их. Так как митцва – это акт, в котором человеческие достижения обретают свою верхнюю точку, ибо митцва устанавливает глубокую связь между нами и Творцом. Этого я вам всем и желаю установить хорошую связь между нами и Творцом. Желаю бить митцваманом, супергероем для себя и своего окружения. Будьте здоровы. Браха ве слаха. Шалом ваш Равин. Катлан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова